У нас есть несколько художников, которые рисуют на тему ведической Руси. И они все по-разному рисуют. Корольков, Иванов, там их десяток замечательных художников, которые пишут на тему дохристианской Руси. Как это было? И представляют это. Поэтому, ну как это было? Какие были храмы? Какие стоял и кумиры? Мы по летописям знаем, что в Киеве до принятия христианства стояла статуя Перуна, акустированной драгоценными камнями. То есть это не просто кусок дерева был вырезанный, обмазанный какой-нибудь краской, чтобы дерево не гнило. Это было произведение искусства высшего характера, потому что Киев – это столица юго-западной части Тартарии. На то время, да? И у него были золотые усы, серебряный чуб, допустим. И знаем о том, что когда Владимир скинул, значит, языческие якобы божество. Поэтому даже само слово «язычество» на самом деле говорится для того, чтобы не говорить слово «ведичество». Потому что ведическая тема – это высокая культура, а языческая тема – это уже немножко потерянные ориентиры. Поэтому шаманизм в любом случае в высшем своем роде, на государственном уровне – это блеск, это золото, это благодать, это официальная тема. Когда же это неофициально, да, в подполье, а это превращается в шаманизм. Чем шаман отличается от священника? И один и другой может тучу пригнать, и еще не факт, у кого лучше получится. И один и другой может падеж скота отменить, и один и другой не даст семье распасться, да? Поэтому мы говорим, какая была ведическая Русь до того, как она стала языческая Русь? Действительно она была ведическая Русь? Ну, мы можем сказать, что вот такой был календарь у ведической Руси, да, то, что нам учителя передавали. Вот такой язык был у ведической Руси. Какие были храмы, какая продолжительность жизни была, веды сохранили. Петр I тогда специальный рейд был его захватчиков немецкого происхождения, когда сбивались древние кресты и домовины, где запись была годов. Во-первых, писали мы цифры буквицами, а затем по числам рождения и смерти можно было высчитать продолжительность жизни до петровских старцев. Так люди жили по два, по три круга жизни, а круг жизни 144 года. Далее был специальный рейд по ликвидации старцев и старец. Поэтому не только Петр I нас табаку научил. Завез помидоры там и с картошкой, и мы перестали есть репу. Но это проще паренной репы иметь здоровье. Надо парить репу, а в картошке там полезных веществ в ноль. Тем более, ну это крахмал, то есть вообще ни о чем. То есть репа и картошка даже сравнить нельзя, понимаете? И тогда мы говорим, что он специальным указом запретил амарант, а амарант был хлебом долголетия. И сейчас мы видим, возрождаются посевы амаранта. Уже сосиски, кто любит что-то похожее на мясную продукцию, делают из пшеницы. Причем вкус их такой прекрасный в Краснодарском крае, да? Поэтому это модно, модно не есть мясо, модно знать историю своей страны. А ведическая Русь, что можно сказать, кроме благоговейного трепета, потому что мы ее возрождаем, да? Все вернется на круги своя. Но тут мы говорим о том, что все вернется в еще большем блеске, потому что будет ареализован труд, незавершенный труд Сергия Радонежского, великого святого христианской традиции и великого брамина, волхва ведической традиции. Потому что Сергий Радонежский, он был одновременно христианским святым и ведическим святым. И он разработал концепцию, как мы можем стать христианами и одновременно остаться верными древним богам. Здесь нету никакого конфликта. Ведическая православная Русь, возможно, в своей силе только лишь тогда, когда мы не будем чураться наших богов, не будем стесняться наших открытий, что силиконовая долина 50% русских, айфон русские ученые сделали. Признаем это как есть. И пойдем дальше, объединив в единую православную птицу и христианскую ведическую традицию. Поэтому нет конфликта. Это только наши недоброжелатели хотят снова устроить гражданскую войну и поссорить. Поэтому мы это наблюдаем. Вот седьмое лето, утро сварога, солнечный золотой лис. Поэтому ведическая Русь – это знание русской Библии. Я скажу так. Вот Велесова книга. Вот один раз прочитайте Велесову книгу, прочувствуйте сердцем. А это описана история славян-скифов за последние 20 тысяч лет. Ни много, ни мало. И великий потоп, и похолодание – все описано в Велесовой книге. И это самое, что это подделка, не подделка, знаете, скажу так. Учебник за историей 6 класс больше, да и за любой класс. Больше подделка, чем та Велесова книга, которая выдержала сотни проверок. И показала себе, как одно из чудом уцелевших сокровищ русской культуры. Это наша Библия. Эпоха Велеса. Велесова книга. Автор какой? Друзья. Автор какой? Не Асов же, да? Да нет, не Асов – переводчик. Это Волхв, который писал эту книгу. Также слово о мудрости Волхва вели мудро, допустим, да. Ну, Асов является одним из лидеров славянского мира, потому что он работает с первоисточниками, с рукописями, переводит, и он восстанавливает по крупицам, да. Поэтому огромную работу дядька проделывает. Поэтому поможем ему в этом труде, потому что многие фантасты пишут на тему ведической Руси, Алексеев или Сергей Тармашев, вот. Но перевод непосредственно самих рукописей, конечно, смотрится более авторитетно, чем фантазии на тему ведической Руси. Поэтому все сохранилось. И библиотека Ивана Грозного в нужное время будет показана людям. Но для этого люди хотя бы, ну, должны вот сделать свой первый шаг. Это вспомнить 49 букв и выучить, что буква «мыслите», кроме звука «м» еще и несет смысловую нагрузку числа 40, да. А число 9 мы писали как «фита». Таким образом, за каждой буквой стоит целый мир, да, целая область знаний. Поэтому русский язык, конечно. Наша астрономия, астрология, наша, да что там говорить, физика, химия, мы же везде первые. Просто надо признаться себе, что мы достойны жить так же хорошо, как и во всем, так скажем, остальном мире. Поэтому страны, вы знаете, в мире делятся на две категории. Развитые страны, это с низкой процентной ставкой, ключевой центрального банка. И недоразвитые страны, то есть колонии, высокая процентная ставка. И сейчас у нас процентная ставка 10%. Я даже не сравниваю со временами Сталина, когда продукты дешевели. Это значит, вы понимаете, вообще не инфляция, а дефляция. Это значит нормальная, живая экономика. Мы сейчас выживаем. А для того, чтобы жить, что надо сделать? Поддержать национального лидера в его реформах по изменению статуса нашей страны. Потому что, размышляя, исследуя эту тему, понимаешь, что все сводится к тому, что наш статус с 91-го года халуи американские. Мы халуи с 91-го года, и мы приняли, и все подписали это. Но не все, я согласен. В 93-м году, 12-го декабря, был референдум. Вот этот вот, поганый. По принятию этой конституции, разработанной специальными диверсантами, чтобы закрепить наш статус, статус пораженной страны. Поэтому изменим статус, изменятся принципы действия всей вертикали власти. И тогда министры, которые обслуживают сейчас американские интересы, потому что их деньги там, их семья там, будут обслуживать интересы своего народа. Вот что называется дьявшоризация или национализация. Поэтому программа Владимира Владимировича «Национальный курс», она вот-вот выйдет из-под пера. Мы сейчас живем в самые ключевые времена. То есть мы, на самом деле, находимся на полпути к референдуму по изменению этой дьявольской конституции. Поэтому, ну что, это славно, жить в такие времена. Да, конечно, грустно вспоминать времена поражения. Но сейчас у нас не время поражения. Сейчас у нас время победы. А победим мы лишь вместе, объединившись вокруг национального лидера. Представляете, если бы в 41-м мы вокруг Сталина бы не соединились бы все вместе. Просто все поверили этому человеку и объединились. И Сталин сделал Гитлера, как главный белый маг сделал главного черного мага планеты. Мы традиционно играем белыми фигурами. И в шахматы мы очень хорошо играем. Главное, не заигрываться, как Каспаров. И не лизать ботинки за ковришки, как мальчиш-плохиш, за тарелку печенья и корзину варенья. Он там страну сдал. А сейчас уже не модно предавать родину. Модно, наоборот, как говорится, участвовать в противоположном процессе, в национально-освободительном процессе. Система сейчас заточена на то, что мы дебилизации владели. Как вы считаете, что делать? Пару слов о нынешней системе образования. Ну что, система... Вообще сейчас... Система образования, я понял вопрос. Вообще, что сейчас происходит, мы должны понимать. Идет вторая фаза ликвидации Советского Союза. Первая фаза прошла успешно. Народ не понял, что произошло. Идет вторая фаза. Каждую из республик подбирают под себя натовские силы. На темные силы нас злобно гнетут. Вот это и происходит. Прибаркинка захвачена. Грузия захвачена. В Армении был госпереворот. Привели этого кровавого шута Пашиняна, да, подстилку американскую. Смотрите, это очень близко. То есть, армянские войска будут с украинскими штурмовать наши границы. То есть, как пить дать. То есть, не надо далеко ходить. В Белоруссии угроза Майдана. В Казахстане запрещают русский язык. Переходят на латиницу. Я вас уверяю, следующая Украина перейдет на латиницу. Украинцы тоже откажутся. И от Шевченко все это забудут. Потому что Шевченко на русском писал, а не на украинском. Большую часть своих произведений. Это тоже надо знать и понимать, что Украина, Россия, Беларусь. Вместе мы святая Русь. То, что касается образования, идет процесс. Ну что, ликвидации народа. Значит, ликвидации образования. Это, понятное дело, одно без другого невозможно. Нужен низкий уровень образования. А, насколько мы понимаем, чемпионами по образованию были школьники Советского Союза. То есть мы с вами, которые родились и которые помнят еще Советский Союз. Поэтому наши деды, что они свое слово сказали. В 41-м они начали эту войну за Родину. И в 45-м победили. Вот так же и мы. Мы должны обязательно победить. И в образовании это должно обязательно отразиться. Но, опять же, вопрос образования, это ли не причина сложившейся ситуации, это следствие. Поэтому всегда, понимаете, надо решать причину неприятности, а не работать со следствиями, как современная медицина. Она лечит прыщи, работает со следствиями. Надо лечить не прыщи, надо лечить глисты. 90% людей гельминтеризация населения чудовищных масштабов. То есть в животе живет кто там только не живет. И двуустки, и легочные сосальщики, говорят, в мозге червяки живут. Откуда они там берутся? Что за биологические подземные лаборатории в Грузии и на Украине? Мы же многого не знаем. Поэтому медицина борется со следствиями. Поэтому никогда проблема рака не будет решена, спида. И вообще даже гриппа, вы понимаете. Поэтому надо срезрить в корень. Так вот, проблема образования, она не у образования. Опять же, в этом пресловутом 91-м годе статус России как колонии подразумевает, что у нас не может быть образования лучше, чем у американцев. А у американцев, у яйцеголовых, да? Там они, понимаете, Ирак, Иран, президент путает. Да, мы знаем, да, там много этих смешных моментов. Что кто-то думает, что вокруг кого луна вращается. То есть не все американцы вообще понимают, что происходит и как устроен мир. То есть крайне низкий уровень образования. Мы стремимся к этому уровню, да? То есть нас гонят. Это называется ЕГЭ, да? Это убийство школьных знаний, сочинений. И сейчас Васильева пытается воевать, но это невозможно сделать. Потому что сама Конституция не дает возможности нам восстановить былой уровень образования. А то, что происходит в высших учебных заведениях, это называется баллонский процесс, когда убивается высшее образование, да? И на это грустно смотреть. Но опять же, решать надо эту проблему, борясь не со следствиями, а с причиной. Причина – Конституция. Конституция меняется референдумом. Референдум делает не президент, а люди. Людям надо дать информацию. Вот мы и возрождаем Советский Союз. Ибо он жив. Продолжение следует...